здравствуйте друзья у нас тут утренний вопрос лена 32 года здравствуйте хочу задать вам пару вопросов как преодолеть различия в менталитете в общении с родственниками что делать если тяготишься общением с ними сама я из латвии сейчас живу в финляндии у меня все хорошо из родственников тетушка в харькове мамина сводная сестра то есть по большому счету и не то чтобы сильно родственник но хорошо когда общаюсь с ней все время секу каждое свое слово вплоть до запятой чтобы не вызвать драму общение с собой не навязываю тетушка всегда сетует что с моими родителями в общении у нее все было хорошо а что со мной не так она не знает и в кого я такая черствую родилась тоже не представляет к слову мой папа о ней нелестно отзывался меня это конечно задевает но я молчу считаю что даме под 60 лет самой надо понимать что все люди разные и дети не являются зеркальным отражением своих родителей во всем но он так а я как-то раз ответил на тетушкин упрек что наверное всего того что мы долгое время живем в разных странах она уехала из-за мужа в украину в начале 90 он не мог приспособиться в латвии у нас развился разный менталитет в ответ я получила драму по скайпу с криками что я несу бред моих родителей не стало около 10 лет назад с одной стороны испытываю чувство облегчения когда представляю себя без обременительных связей с тетушкой с другой стороны тетушка чуть ли не единственный близкий родственник и прерывать прерывать связь со всем наверное не будет умно подскажите как быть если почитаете нужно можно не зачитывать всю историю заранее спасибо не история хорошая мне история понравилась давайте мы по пообсуждаем и так что мы имеем мы имеем двух людей которые на самом деле даже и не родственники они так формально родственники сводная сестра там ну хорошо значит некий человек типа родственник с которым неприятно иметь дело более того с типа родственникам никогда не было приятно иметь дело и даже вот папа с которым у типа родственника якобы были хорошие всегда отношения взаимопонимания а вот значит с дочерью нет значит папа тоже они не лестно отзывался то есть какой то есть не симпатичный человек так широко не симпатичный множественно серийно не симпатичный человек который позволяет себе быть вот то что называется не найс вот есть люди которые найс вот так в американских а если который не найс есть люди такие как бы как бы если мы опять по-английски full of shit вот есть вот этот full of shit типа родственник и значит единственное почему общение с этим родственником происходит это потому что наша героиня которую зовут лена значит вот лена почему-то считает себя обязан в той мере в какой лена считает себя обязанной поддерживать с ней отношения но это ее личное как будто она почему-то вдруг так решила значит этот full of shit типа родственник родственница значит понимая что это нужно лени а не ей значит начинает ее вампирить гнобить чего-то такое требовать какие-то претензии у нее какие-то там еще что-то и так чтобы уже не только она была full of shit а чтобы все вокруг были значит там в этом в этом добре значит вокруг нее и единственная причина по которой это все происходит это сама лена которая позволяет себе позволяет ей с собой так общаться значит что должна сделать лена лена должна сказать ей значит дорогая не даже не надо ей писать говорить вслух ничего вот они в скайпе общаются вот она и в скайпе написать дорогая тетя да значит я хочу сказать что там манера общения которую вы выбрали значит является неприемлемой и я не вступаю с вами больше ни в какие контакты до тех пор пока вы значит не объяснитесь по этому вопросу и не дадите мне гарантии что этого больше не повторится в будущем значит за сим прощаюсь нежно любящая вас типа родственницы значит там лена 32 года проживающие финляндии все значит что после этого произойдет после этого мяч окажется на стороне а типа родственницы так она будет дабл трипл квадропол фуллов шет естественно вот но она должна будет сделать свой выбор потому что сегодня вы должны сделать выбор вы должны сказать я так не живу этому не это абсолютно за пределами моей моего так сказать образа жизни и так далее я ничем не обязана этому человеку я ничем не обязана этому человеку выгодит это родственница там ради бога я отдаю ей какое-то место в своей жизни я я понимаю это типа родственница у нее есть свое место я ее в этом смысле уважаю я признаю за ней так сказать право на типа родственные отношения но я не принимаю ее вот эти вот замашки не симпатичные и пусть она сама там вот в этом вот и вот и и сова находится значит ситуация намного проще чем может показаться понимаете значит человек живет в финляндии у нее все хорошо соответственно она более чувствительно к чувствам там каким-то и переживанием к родственным отношениям это она деликатная эти она более деликатная и есть абсолютно не деликатный человек который ведет себя как последняя дрянь которые все обязаны которые оскорбляют людей устраивает истерики и так далее и так далее так далее значит и это родственница должна сделать для себя выбор вы должны поставить ее перед выбором искать на из чего тетка сводная значит определись да или ты сама по себе или если ты со мной ты придерживаешься некоторых правил она может не понять ваших правил понимаете проблема чем она может искренне считать что вы ей обязаны что она вас и счастливила что она имеет право вам высказывать претензии это такая порода людей они пришли в эту жизнь для чего-то может быть они пришли для того чтобы в дальнейшем понять что так жить нельзя но можно вот им нужно было прожить какую-то вот такую жизнь которую жить нельзя и я так вот судьба поместила там куда-то да и она там ее проживает есть люди которые точно также живут и в соединенных штатах и в любой другой стране но в соединенных штатах как бы культура другая и здесь никто не будет терпеть но в смысле наверно есть разные люди но в принципе если вы с ней никак не связаны чем-то что заставляет вас это терпеть ну так и чё тогда потом это же не то что вот эти бывает человек больной на голову это может быть связано с возрастом это может быть связано ну с какими-то обстоятельствами жизненными он может кусаться бросаться ругаться как-то себя вести неадекватно понимаете вот эта проблема там с пожилыми людьми мы когда сейчас беседовали с разными кер провайдерами да для бабушки и там один из вопросов они где-то на нее не дерется уже есть такие что дерутся припать вот пожилой человек не очень соображает ты его обслуживаешь там обстирываешь обмываешь там кормишь а он еще дерется но это же совершенно другие обстоятельства это же человек не в себе а здесь тетка ей под 60 то есть тетка тип меня вот по возрасту и значит вроде бы она должна что-то понимать девушка считает что тетка должна что-то понимать а тетка понимает только одну вещь что лена ей обязана что ее можно оскорблять унижать выливать на нее помой которыми полна жизнь самой тетки для нее для нее радость общения с типа племянницей состоит в том что на нее можно вылить дерьма и почувствовать себя как-то сбалансированный потому что теперь не только она в дерьме ну и племянница знаете она не имеет радости общения с племянницей она не рада тому что вот здесь человек что у него все хорошо что он там где-то чего-то понимаете у нее этой радости нет вот поэтому понимаете в отношениях должен быть баланс во всем жизни должен быть баланс жизнь стремится к балансу поэтому там где баланса нет нет надежды на развитие какое-то на будущее какое-то это все не не в состоянии находиться в том состоянии в котором она есть не состоит был так по-английски вы сказали да его невозможно поддерживать в этом отношении поэтому значит тетка нарушает баланс то есть у нее свое понятие баланс у нее понятие баланс это она вас поливает а вы должны извиняться и говорит что без этой тети значит жить не сможете значит у вас другое понятие баланса вы живете в финляндию вас все хорошо и до этого вы жили в латвии где у вас тоже наверное все было неплохо и вот и ваше понятие баланса состоит в том что вы родственники и вы можете так мило побеседовать вроде так по родственному знаете по родственному она этого не понимает поэтому разница в менталитете как там было вначале сказано значит разница в менталитете не преодолеется ничем нельзя преодолеть разницу в менталитете это как бы сказать в другой жизни уже знаете когда вот другой шанс будет вот может вы снова день там пересечетесь и уже будет разный менталитет но вы об этом не будете знать что это ваш вот та самая ваша тетя но не суть в общем чего я говорю живите нормально у вас все хорошо и живите чтобы все было хорошо значит где ваш баланс вы вы вывод этим вот этими помоями на вашу голову что балансируете как это уравновешивает вашу жизнь что вы получаете взамен вот вы терпите вот эту дрянь которая на вас сыпется вопрос что вы получаете взамен ощущение что вы по родственному ощущение что вы несмотря ни на что вот какой-то долг выполняете а какой долг у вас нет долга никакого я не по что это за долг такой общаться с человеком недородственником не до симпатичным человеком из-за чего в общем я не думаю что есть смысл там дальше как бы эту тему развивать значит вы можете вообще ничего не говорить а просто если вам допустим неприятное что-то писать значит можете вообще ничего не говорит просто не откликаться и все ради бога это не но я думаю что было бы правильно сказать что я последний раз после разговора с вами себя так плохо почувствовала что я как бы значит не уверена что я хочу с вами вообще общаться в таком стиле спасибо большое вот пусть пишет не разговаривайте с ней вступите с ней в переписку вот и что можно было и потом показать что она сама могла посмотреть если дойдет но это на самом на самом деле вы должны с ней порвать она не исправится никогда у меня вот есть тут другое письмо но на сегодня нам уже не хватит тоже там с обидами и с отношениями там и тоже кстати тоже там дядя и племянница вот все это вокруг иммиграции крутится очень интересное письмо хорошее я в следующий раз вот зачитаю она она очень большой даже наверное своими словами расскажу потому что большое письмо но во всяком случае вот тоже похожая ситуация родственники кто кому чего должен понимаете вы к нему с каким-то отношением и вроде как он вам в обмен на это отношение чего-то должен никто никому ничего не должен честное слово даже в отношениях с родителями понимаете есть некоторое ну нечто что в окружении как бы что что составляет собой обязанность там детей в отношении родителей но это не то же самое что родители могут вампирить сам детей до последней капли крови нет основная обязанность детей по отношению к родителям это быть хорошими родителями в отношении собственных детей это вот в эту сторону более сверху вниз идёт это не то что там друзья ты мне даешь я тебе даю поэтому какой у вас какие у вас обязательства по отношению какой-то страны и тетки так что ладно я я хочу лень и посочувствовать с одной стороны с другой стороны сказать и выкиньте эту тетку злобную нафиг из своей жизни вот и если когда-нибудь тетка если когда-нибудь тетка очухается прочухается и напишет вам нормальные слова какие-то о том что она вас любит что она сожалеет что доставила вам какие-то там неприятности там и так далее так далее вы можете как бы проявить некоторую открытость и сказать да конечно в чем разговор я и не обижаюсь например чем такое вот но скорее всего это не произойдет и бог с ним а произойдет тоже хорошо знаете как но но вы сейчас не даете этому случиться вы не даете тетки исправиться поэтому надо ей помочь путем отключения энергетической связи по которой она вас вампирит вот пусть она вот вот со своим со своей энергетикой там поживет без без вашей счастливо